Добрый день! Капцалкам автоматизовали процесс перепроцовки газу и стали выпускать новые виды продукции, запотребованные у сосветных вытворцев нафтохимии. По воду для оценок специалистов, реконструкция позволит повеличить доход завода на 20 миллионов долларов в год. Об одном из найбуйнейших инвестпроектов нафтохимичной галины – репортаж Марины Северьяновой. Капцалкам автоматизовать перепроцовку газу белорусскому газоперепроцовщему заводу спотребилось 3 годы и больше за триллион рублей. Новая продукция с высоким добавленным коштам открыла предприемство и новые рынки сбыту. Капец на реконструкции завода включал в себя 5 чередей. Это первое – строительство ГФУ, которое за плечами стоит. Это строительство непосредственно товарного парка. Это модернизация котельной, третья очередь. Это строительство сероочистки. Мы вышли на продукцию качественную, евростандарт, ЕН-589, 2008 год. И плюс строительство КГТУ. Это когерационная установка. Ранее завод выпускал только автомобильное палево на основе газа. Зараз, кроме его, еще и сыровина, которая запотребована на сусветном рынке. По этих трубах, как раз и проходит, индивидуальная фракция вуглеводородов. Например, бутан будет использована для вытворочности синтетических каучуков и пластмасс. Из пентан, как бы держать компоненты для автомобильных бензинов. А при смешивании разных фракций будут вырабатывать сумеси сжиженных газов. Это самый масштабный проект нафтохимичной глины Краины, который реализовали в 2015 году. Спасибо ему, на заводе сейчас утилизуют практически весь газ, который отрабатывают в процессе с добычи нафты. Кроме того, спасибо выпуску новых видеопродукций, завод салком закроет потребности внутреннего рынка. Ого, тут будут перепрацовывать 550 тысяч тонн сыровины. Мы, безусловно, планируем увеличение добавленной стоимости. По разным оценкам, скажем так, в годовом исчислении корзинку свою мы видим увеличение выручки порядка 20 миллионов долларов. Ну и, соответственно, окупаемость завода около 5 лет. В 2016-м белорусские газоперепрацовшие означают 40 годов. Увесь час сюда на перепрацовку отправляют газ, сдобытый на родовищах нашей Краины, а так само сыровину, привезенную из России. Поставщиков, по словам специалистов, привабливая якость отриманной продукции и выгодная цена. А для белорусских газоперепрацовщиков такое супрацовничество завеспечивает ритмичные поставки сыровины и махчимость распрацовывать долготерминовые проекты. Марина Северьянова, Дмитрий Радянко, Телера, Део, компания «Гомель». С початку этого года на предприемствах Гомельской области работники незаконно недоотрымали 0,5 миллиардов рублей. Такая лишь бы была огучена сегодня по час работы другого пленума Гомельского областного объединения профсоюзов. Далегаты звернулись до питания обороны права упрацующих в сучасных экономичных умовах. Олег Сентюров, подзекая у себя шамуни, у себя керовники и мкнутся выконовать свои промые обовязки. 2672. Минавитостоки коллективных договоров заключены сегодня на предприемствах Гомельской области. По осудностях, это той нормативной акции, который в первую чергу обороняет социально-экономичные интересы працующих. Ильша справа, что продовольженное положение выконывается не за усюды и не усюды. Нельзя сказать, как порушения были массовыми, а ли то, что ситуация потребует повышенной уваги, видово, что тем больше, что оборона социально-экономичных интересов працующих – головная задача профсоюзов. А тому контроль сегодня ведется сразу по никаких накерунках. От организации громадских приемных до проведения мониторинга непосредственно на предприемствах в областном объединении профсоюзов не утоивают. С погрешением финансовых показчиков повеличивается и колькость выявленных порушений, починающих от скасования продовольженных и льгот до дня выплат и несвредчасовых выплат зарплат. Нарушение контрактных взаимоотношений, увольнение с нарушениями и так далее. Могу сказать, что только в этом году нам удалось через судебные инстанции и все прочее восстановить определенную справедливость и вернуть незаконно удержанные порядка 4,7 миллиарда рублей. Как свечусь в вынике мониторингу, довольно часто положения коллективных договоров не отповидают по требованиям девчонского законодательства, а тому о Гомельском областном объединении профсоюзов переконанным. Сегодня необходимо не только оказывать глиновым организациям методичную допомогу, но и активно распространять становочный опыт. Тем более, что в регионе хапает и таких предприемств, где предугледженные коллективными договорами и льготы вы решили заховать. Тут признаются, что финансовые кропки гляджения, это мягче мы и не вельми выгодно, але, когда думать об коллективе и его будущем, иначе нельзя. Сегодняшние условия работы достаточно сложные, заработная плата упала, потому что работы у нас недостаточно. Считаю, что если отобрать то, что мы завоевали, это будет неправильно. Сирот ближайших приоритетов – створение профсоюзных организаций и заключение коллективных договоров на усих предприемствах Гомельской области, причем незалежно от формы властности, в этом году отповедную работу провели, например, в шергоспортивных школ региона, в финансовых отделах, некоторых райваконкаму, предприемствах «Беларусь нафтотранс» и «Химтранс», але наибольшь складанная ситуация в этом плане на недержавных субъектах господарения. Порядка до 7 тысяч за год обращений, причем все эти обращения связаны, будем так говорить, или с нарушением, или с разным толкованием норм трудового законодательства. Поэтому не все наниматели, конечно, пытаются сразу бросаться в объятия и говорить, что да, нам профсоюз нужен. Олег Сентяров, Игорь Мариченко, телерадокомпания «Гомель». Премьер-министр Беларуси Андрей Кабякоу ручует державную знагороды представникам прационных коллективов. Гэтых отзнаку достойны люди за шматгадовую пленную працу, высокий профессионализм, узорное выконание службовых обовязков. Больше за 100 человек из всей Украины отрымали державную подзяку за работу. Представники сектора экономики и громадских объединений, держслужащие – работники сферы будовництва, аддукации, медицины, навуки, культуры. Ся рот узнагородженных – Наталья Панченко, начальник податковой инспекции по Гомельским районе. Больше за 20 годов жаншина працуя у этой сферы. Досягнение коллективу, яким опошние 11 годов героя Наталья Панченко, означают як на областным, так и на республиканским узровни. Дарэши, и у гэтым годзе основные покажщики у першую чаргу выконание плана доходов у Гомельским районе выконаны, а запозышенность плательщиков звезена до минимуму. Хочу поблагодарить в первую очередь своих плательщиков за то, что мы с ним находим общий язык, в первую очередь законопослушных плательщиков. Почему? Потому что от того, какое финансовое положение слаживается у плательщиков, напрямую зависит и выполнение наших доведенных задач. Сегодня означается День белорусского кино. Минавито 17-го снежня 1924 года вышла постанова Совета народных комиссаров об киновытворщице УБССР. И в гэтаж день было створено Державное управление по справах кинематографии и фотографии «Белдяж кино». В 1926 году белорусские глядачы обошли першую очинную стушку «Лясная быль» Юрыя Тарыча, створенные по оповести Михася Шарота «Свинопас». За минулый час киновидосетка Гомельшина зарабила значный крок наперед. Шмат, які кинотеатры працуют с використанием сушасных лижбовых технологий. Яны обсталяваны комфортабельной мэблей, кондиционерами и великими экранами. Дарычы у гэтых установах створены усе умовы для комфорту наведывальников. Все лето у Гомеля запустили новый, уникальный для нашего региону и у целом для краины проект. Онлайн-трансляция знакомитых театральных, оперных и балетных постановок с усветных сцен Лондона, Нью-Йорка и Парижа. Варто отзнашить, для большого протягнения глядашоу яны супровожаются циковой культурно-забавляльной шоу-программой, яскравыми вокальными, танцевальными и инструментальными номерами. Новины регионы, информацию о проектах телераду компании Гомель вы можете знайти на нашем сайте и интернете по адресе. 3w.tv.gomel.by. На гэтым выпуски завершены. У студии працавала Маргарита Шубукова. Усяго доброго и до встречи у эфиры.